Ну что, мои хорошие, мы присели за наш супер стол. С нами сегодня Кристина, которая будет наносить мне этот супер макияж снежной королевы. Мы немножко уже подготовили лицо, нанесли тон L'Oreal Infable, свежий тон, а номер 15. Немножко подготовили, волосы тоже подготовили, это как бы снежная королева, только проснулась. Нанесем немножко консилера на подвижное веко, для того, чтобы подготовить его, и тени легли поярче, посочнее. Отлично. Сейчас мы нанесли уже тени, и смотрите, что я увидела? Необычная тушь. А что в ней необычного? Сейчас я попробую это проверить. Мне вот Кристина просто дала, говорит, на вот, что, что, посмотри, угадай. Мы ее открываем, и что-то тут можно... Невероятно! Можно красить под углом, да? И сейчас мы будем ставить необычную стрелку какую-то, да? Да, и будем использовать для этого карандаш и новые тени, смоки, чтобы закрепить карандашик и сделать его ярче, и не растекался у нас в течение долгого времени. Нанесли хайлайтер и сделали румяна. А сейчас мы приступим к помаде. Ну что, макияж современной снежной королевы готов. Спасибо тебе большое, Кристина. Много интересного узнали. Вот. А сейчас мы приступим к укладочке наших волос и приглашаем Дашу! А вот и наш стилист Даша. Сегодня она будет нам делать волосы. Расскажи, что ты будешь делать с моими волосами? Мы придадим твоим волосам еще больший объем у корней, а потом мягко уведем их назад. А в конце обработаем цветным спреем колориста с серебряным эффектом. Будешь настоящей снежной королевой. Отлично. Приступим. Даша, я смотрю, что вся наша прическа практически состоит из начеса. Вот я начесывать волосы не умею. Расскажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь особенности начеса? Да, конечно. Очень важно, выполняя начес, оттягивать прядь с достаточной силой, чтобы при входе в волосы расческа могла спокойно передвигаться. Правильно он выполняется как? Вы захватываете волосы, вводите расческу и максимально опускаете к корню. Потом повторяете это же действие, но перехватывая руку, которая держит прядь, ближе к кончикам. А нужно чем-нибудь сбрызгивать до или после? До волосы можно не обрабатывать, но после можно сбрызнуть лаком, если они недостаточно хорошо его держат. Мы сделали прическу, и сейчас мы будем наносить спрей-колориста в каком-то интересном цвете. Какой цвет у нас будет? Серебристый. Отлично. Снежная королева. Для того, чтобы защитить свою одежду от воздействия спрея и возможных последствий, лучше использовать пеньвар. Обязательно встряхните спрей перед использованием, чтобы все его компоненты перемешались. И получился равномерный оттенок. Мне уже не терпится посмотреть. Распределяйте спрей по длине. Вот наш образ и готов. Так, посмотрим. Ничего себе! Я серебристая вся такая. Слушай, невероятно вообще. А сколько он держится? Он держится до того момента, пока ты его не смоешь. Чтобы смыть, нужно обычным шампунем помыть голову, как обычно ты это делаешь. Супер. Ну, мне кажется, что нам удалось воплотить образ современной снежной королевы. Как тебе кажется? Я думаю, да. Надеюсь, и у вас получится с нашей помощью воплотить его в жизнь. Спасибо, девочки. Спасибо всей нашей съемочной группы. Я надеюсь, что это видео будет для вас полезным и интересным. И вы для себя что-то подчеркнете. И хорошо, если сделаете и повторите такой же образ для себя на Новый год. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Продолжение следует...